Для жителей улицы Матросова эта картина, вероятно, привычна, а вот тех, кто здесь проездом, может и удивить. Сотни людей склонились в молитве, а в воздухе разливаются экзотические для русского уха слова. В разгаре Курбан-Байрам переводится как «праздник жертвоприношения». Согласно Корану, пророку Ибрагиму однажды ился ангел, велел принести в жертву собственного сына. Ибрагим послушался, не зная, что это была проверка. В последний момент Всевышний отвел нож от мальчика и заменил его жертвенным бараном. Имам Фагим Хазрат говорит, смысл жертвы гораздо шире, чем может показаться. От себя отделить что-то и дать Богу Всевышнему. Вот это и есть жертва. Что тебе надо это, но все равно ты его отдаешь Всевышнему. Ну и в Сутишнем Коране говорит, как раз не доходит до него ни мяса, ни кровь, но только богобаятность ваша. Имам рассказал, мусульмане появились на Алтае еще в 17-18 веках. Это одно из немногих мест в мире, где представители всех, пожалуй, мировых конфессий до сих пор чувствуют себя как дома. Религиозные конфликты обходят его стороной. Сегодня в крае, по словам Фагима Хазрата, проживает больше ста тысяч мусульман. Почти половина из них в Барнауле. Многие собравшиеся нам признались. Им обидно, что большинство немусульман до сих пор ставят знак равенства между исламом и терроризмом. Они уверяют, истинная суть их религии прямо противоположная. Человек должен понимать и знать, кто у него соседи. Ближе, если он живет прямо в центре, справа, слева, в ту сторону, обратную сторону, вот крест-накрест, он должен 10 домов, в 10 домах, кто живет, он должен прекрасно знать этих родителей и иметь хорошее доброе отношение. Он должен ладить с этими людьми. Молитва закончена, имам прочитал последнее наставление, пожурил молодых за то, что некоторые плохо учат слова молитв. А вот для собственной жертвоприношений многие разъезжаются. Привычное для Востока, публичное. Заклание баранов в России не приветствуется. Ближе к вечеру наступит пора пышных застолий с пловом и другими традиционными яствами. Они завершат строгий трехнедельный пост. Согласно традиции, жертвенное мясо делят на три равных части. Одну часть отдают знакомым, друзьям, всем. Другую часть оставляют себе, третью отдают нуждающимся, бедным, чтобы всем хватило.